Друзья, биткоин вроде как восстановился выше 20 тысяч долларов и многие индикаторы показали на прохождение дна, но я не буду вам сейчас советовать закупаться на всю котлету, отговаривать от этого тоже не буду, потому что такие решения вы должны принимать самостоятельно, но помните, что экономика США катится в рецессию, фондовый рынок скоро рухнет еще ниже и это отразится на ценах криптовалют. Сейчас я вам расскажу все подробности и на что вам следует ориентироваться. Тему рецессии в США я предложил вам разобрать через опрос в сообществе и его результат показывает, что вопрос нужно поднимать. Сейчас у нас есть разные оценки касательно того, будет ли рецессия. Напомню, что официально это период, когда в течение полугода и более валовый национальный продукт показывает нулевой рост или снижается. Так вот, глава ФРС Джером Пауэлл все еще верит или заставляет верить инвесторов, что возможно мягкая посадка со взятием под контроль инфляции и при этом американская экономика не войдет в рецессию. А чтобы ему верили еще больше, подобное заявление сделала и глава Минфина США Джанет Йеллен. А вот аналитики Джи Пи Морган дают вероятность 85% на наступление рецессии. И видя, как падает S&P 500, который уже показал минус 23% от пика и официально перешел на медвежий рынок, больше верится именно в прогноз от банкиров. Будет ли продолжение падения? Инвестор-легенда Майкл Бьюри считает, что у рынка еще есть очень большой потенциал для снижения. Он известен тем, что первый предсказал кризис 2008 года и заработал на этом кучу денег. А еще именно он является прототипом главного героя культового фильма для инвесторов «Игра на понижение». А еще Бьюри очень странно пользуется твиттер, удаляя все свои посты через какое-то время. Но есть аккаунт, который делает их снимки и выставляет. Итак, давайте проверим точность его предсказаний. 4 мая Бьюри написал пост предупреждения, где указал, что было очень много сильных дней роста во время медвежьих рынков. И поэтому стоит быть осторожным. Смысл этого поста в том, что рынок часто отскакивает от дна. Люди верят в возвращение быков. А потом цены падают еще ниже. Потому что это была обычная ловушка. И если мы посмотрим на цену S&P 500 за последние 30 дней, то в конце мая было восстановление рынка почти до 4200 пунктов. А затем ФРС снова повысило ставку. И мы рухнули ниже 3700. Упадем ли мы еще ниже? В понимании Майкла дно этого цикла по S&P 500 будет где-то на 15% ниже, чем дно, когда мы имели дело с коронакризисом в марте 2020 года. Он даже называет точный курс 1862 пункта. И хоть эти данные строятся на истории, практика показывает, что она имеет свойство повторяться. И такие зависимости более чем логичны. И если Бьюри окажется прав, то по S&P 500 нам грозит падение еще на 48%. Что в таком случае будет с биткоином? А также как финансовые рынки оказались в такой ситуации? Расскажу во второй части видео. Я знаю, что многие из вас, мои уважаемые зрители, имеют свой прогноз цены биткоина. Предлагаю проверить свой уровень понимания рынка и заодно принять участие в конкурсе от криптобиржи Кукоин с призовым фондом в 1 миллион долларов. До 30 июня на торговой площадке каждый день проводится по 6 раундов конкурса на прогнозирование цены первой криптовалюты на конкретный момент времени. Победители, чей прогноз окажется наиболее точным, будут получать призы от 500 до 10 тысяч USDT. Размер вознаграждения растет ежедневно. При этом участвовать можно также каждый день. Один ваш голос будет равен торговому объему в 200 долларов на споте или 500 долларов на фьючерсах. Если у вас до сих пор нет аккаунта на бирже Кукоин, можете перейти по ссылке под видео. И при регистрации вы дополнительно получите вечную скидку 20% на торговые комиссии. Если Майкл Бьюри прав, и мы увидим падение S&P 500 до 1862 пунктов, тогда его общее снижение на этом медвежьем рынке превысит 60% и будет самым большим в истории фондового рынка. Мы можем посмотреть на вот этот график и проверить, что ранее самое большое падение было всего лишь 57%, а самый долгий период восстановления рынков, который длился 69 месяцев, был в прошлом веке после падения на 48%. Причем тут прошлый век, просто есть основания предполагать, что сейчас экономика США оказалась на грани аналогичного кризиса, который затянется и восстановление после него будет крайне долгим, то есть просто рецессией не обойдется. Такие выводы можно сделать на основании курса ФРС на повышение ставки, чтобы хоть как-то обуздать рекордную за 40 лет инфляцию. Но при этом текущий государственный долг США в соотношении к валовому внутреннему продукту на сегодня составляет 124%, тогда как в 70-х годах прошлого века это было лишь 30%. В прошлый раз для решения проблемы высокой инфляции ставку поднимали выше 10%, но сейчас, даже приблизившись к 4 или 5%, ФРС может спровоцировать долговой кризис в США, потому что чем выше ставка, тем ниже инфляция, но при этом тем дороже обслуживать государственный долг. А просто включить печатный станок они сейчас не могут, потому что тогда снова начнет расти инфляция. По мнению Майкла Бьюри, падение растянется более чем на год, то есть по мере повышения ставки ФРС, потому что пузырь, который надували 10 лет, нельзя сдуть всего за 12 месяцев. И этот кризис будет бить очень больно, потому что из-за высокой инфляции сейчас очень низкий показатель сбережения американцев. Когда в 2022 году они получали от государства вертолетные деньги, когда пособия по безработице выходили выгоднее, чем получать зарплату, эти деньги они вкладывали в S&P 500, в биткоин, в мемные акции и, конечно же, в альткоины. Теперь их богатство тает на глазах, и придется продавать еще больше, чтобы было чем платить по текущим счетам. Это не значит, что надо было просто складировать доллары под подушкой, они обесцениваются каждый день, даже если курс доллара растет в отношении других фиатных валют. Тут надо сделать другой вывод. На финансовых рынках нужно уметь вовремя фиксировать прибыль, иначе придется потом продавать в убыток, и по факту потеряете еще больше, чем просто бы съела инфляция. Если Бьюри прав, а ФРС нам откровенно врет насчет мягкой посадки экономики, а ФРС не может просто так выйти и сказать, что завтра кризис, иначе из-за паники будет еще хуже. То цели по S&P 500 я вам уже назвал, а падение продолжится еще как минимум 3 месяца, а может быть и будет идти до конца этого года. Многое зависит от того, насколько агрессивно ФРС будет повышать ставку, и давайте оценим в таком случае перспективы биткоина, а остальные криптовалюты, понятное дело, будут зависеть от его курса. Так вот, при прогнозе падения фондового рынка еще на 50%, аналогичной может быть и реакция биткоина, а это уровень чуть выше 10 тысяч долларов, и это еще на 50% вниз от текущей цены. Друзья, у меня не было цели вас напугать плохим прогнозом, но вы просили рассказать о том, каким может быть этот кризис, а остальные выводы каждый способен сделать самостоятельно. Я не знаю будущего, не даю финансовых советов, но я давно на этом рынке и привык всегда рассматривать наихудшие варианты, чтобы потом не потерять слишком много. Спасибо за просмотр! Ваш Коинпост! Субтитры подогнал «Симон»!